всех приветствую на моем канале сегодня я хотела вам показать вот такую красотку заказывала ее также у микки орхидс она пришла ко мне в июле шестнадцатого года это сапфир сейчас я на название его покажу вот лучанка сапфир о том какой он мне пришел вы можете посмотреть видео я оставлю для вас ссылочку под этим видео в инфобоксе и вот спустя какое-то время он выдал вот такой замечательный цветоносик то есть получается и года не прошло он адаптировался стал наращивать корешки в данный момент растит корешки после пересадки скинул несколько листочков но у него все равно растут вот новенькие листочки они несколько меньше предыдущих но тоже очень красивые зеленые цветоносик у него видите какой ветвистый сейчас я покажу вам ближе ветвица уже даже вот здесь на основной веточки у него бутончики видны вот такой цветоносик ну по-моему замечательно главное чтобы он одновременно все это распустил цветочки у него меленькие практически наверное вот такие наверное по размеру как у сога вильям кстати вот она цвела по основной веточке и на данный момент растит еще бутончики сажала ровно все равно такой заваливается на какой-то бок орхидеи неизбежно куда-то так и норовят в бок расти вот относительно моей ладони вы видите размеры это уже взрослый такой цветонос у нее но он берет знаете именно обильным цветением знаете несмотря на то что мелкие вот такие вот цветочки когда это обильное цветение это очень красиво смотрится я потом вам обязательно сниму полный распуск этого цветка очень жду с нетерпением когда распустится первый хотя бы цветочек чтобы полюбоваться растет у меня также в горшочки с дырочками корней у нас не очень много особо похвастаться пока нечем но все равно корешки растут постепенно я уверена заполнит субстрат листики такие у него узкие немного отличаются от стандартных фаленопсисов у меня здесь сейчас цветение поэтому цветы заходят на другие орхидеи так снимать приходится немножко откинув в сторону какие-то цветы это тоже такая умница растит еще бутончики я вам показывала хотя вот здесь где в начале в самом распустил распустились вот уже вянуто там сзади тоже вянет уже немножко желтенькие еще здесь вот следующий раз буду крепить его немножко к опоре потому что первые у меня цвел и я не думала что будет такой длинный цветонос очень низко к полке он располагается это не совсем удобно ровно как и этот вот крепить не стала я не думала что будет столько цветов обычно он давал три-четыре в этом году 5 и они такие даже довольно крупные крупнее чем прошлые года малиновая красотка тоже такая прям супер вечером она прям темно-темная становится темно-вишневая вот при свете знаете лампы вот искусственного освещения она смотрится очень темной на солнышке конечно намного ярче и при дневном освещении таком даже как сейчас пасмурно кстати говоря фавориту или приз зрительские симпатии взяла бравер сара голд и я хочу сказать что цветы сейчас очень у нее светлые стали буквально бледно-бледно-желтые такие видите хотя вроде бы еще и не отцветает и вот крайне и так до сих пор держится более темными сейчас покажу на этом цветоносе вот видно очень хорошо разницу в цвете здесь у нас вот а вот этот вот цветочек раскрылся на 7 недавно раскрылся один бутончик дорастила она у меня кстати говоря про эту орхидея бравер сара голд вы видите какая она у длинная покажу я вам ее с этого ракурса и она уже отрастила какое-то количество корней вот вот здесь поверху да я ее планирую немножечко разделить но оставить максимальное количество корней чтобы она могла с легкостью корениться у меня но это уже когда она цветет буду делать пробовать конечно уже на сей раз секатором так что я подготовлюсь к этому момент обязательно ножницами не не буду больше резать и безусловно это неправильно но на тот момент у меня что было под рукой тем я и резала у нее много довольно таки корней уже за это время что она у меня находится а это сентябрь пятнадцатого года вот и соответственно я ее разделю хочу чтобы нижняя часть давала деток а верхнюю перекоренить и омолодеть растения потому что ну с учетом того что вот здесь два цветоноса вылезла следующие будут вылазить уже здесь то есть здесь уже цветоносов не будет а почек там довольно еще много спящих с которых могут потенциально вырасти у нас детки и вот такой листик она сейчас у меня растит и корешок несмотря на то что цветет такая замечательная труженица вообще просто я в восторге от этой орхидейки ну и вообще я люблю все свои орхидеи не могу сказать что если какой-то мне не будет я не расстроюсь абсолютно буду переживать за каждую и на этом буду закругляться с видео я благодарю всех за внимание надеюсь вам было интересно если да подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх мне будет очень приятно всем удачи пока пока